МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главный диалог в студии Артём Тарасов. И сегодня у меня в гостях очень красивая девушка, победительница конкурса «Ростовская красавица-2013», финалист конкурса «Мисс Россия-2014» Нелли Толкачёва. Нелли, приветствую тебя в студии. Вижу, ты пришла не с пустыми руками. Это, как я понимаю, главный атрибут твоей победы на конкурсе «Ростовская красавица-2013». Это корона-победительница, как я понимаю. Да, вы правильно понимаете. Ну, я, насколько знаю, ты, наверное, более подробно об этом расскажешь. Победителю вручаются две короны. Наведи, скажем так, ясность в этот момент. Да, одна корона вручается во время конкурса, и она является переходящей. А вторая корона, естественно, остаётся у меня на долгую память о столь прекрасном конкурсе. Скажи мне, с чего всё начиналось? Именно твоя карьера модели, вообще тебе ли пришла эта идея заниматься модельным бизнесом, или всё же это была инициатива твоих родителей? Когда я начинала, я даже ещё не знала, что такое модельный бизнес, и никогда даже не слышала этого понятия. Мне тогда было 7 лет, моя мама услышала объявление по радио о наборе в детскую школу моделей. И она привела меня на организационное собрание, и в течение 10 лет моя бабушка водила меня туда почти 7 дней в неделю. И, собственно, поделись секретом, расскажи это нашим телезрителям, 7 дней в неделю, то есть это ежедневные походы в модельное агентство, то есть какие тренинги, какие занятия проводились? Ну, поначалу это было так, да, это было почти 7 дней в неделю. У нас были мастер-классы по актёрскому мастерству, по этикету, естественно, дефиле, танцы, всевозможные факультативы и детский театр модели, вот которому я посвятила несколько лет своей жизни, потом перешла уже в более взрослый, то есть это театр юных моделей уже был. Ну и потом на время я взяла небольшой тайм-аут. Ну, как понимаю, конкурс «Мисс Россия-2014» совсем недавно завершился, ты стала его финалистом. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, насколько была честная борьба и объективным судейство? Твое мнение. Я считаю, что борьба была абсолютно честной, но судейство немного было необъективным, тем самым, что они провели интернет-болосование, то есть финалисток выбирали именно в народе. Поэтому я не вошла в число 20 финалисток и закончила свою борьбу. Какие этапы включал в себя этот конкурс в этом году? Ну, в этом году, как и в предыдущих, в принципе, был общий выход в коротких платьях, то есть это коктейльные красные платья были, потом выход в купальниках, и 10 финалисток завершили свой выход в вечернем платье. Поделись секретом, кто отправил тебя на этот конкурс? Естественно, модельное агентство «Имидж», в котором я состою. То есть, ну, я как победительница регионального конкурса должна была представлять на национальном конкурсе свой город. Но это я проходила через кастинг на «Мисс Россия». Ну вот, этот вопрос задают, наверное, часто представителям именно творческой среды, модельного бизнеса. Как часто тебя посещает ощущение счастья, блаженства, восторга? И когда это было у тебя в последний раз? Ну, ощущение счастья меня в принципе не покидает, потому что у меня большая дружная семья, которую я очень люблю. Это мои родители, это моя сестра, это мои друзья, которые тоже поддерживали меня в течение этого конкурса. А вот именно момент такого безграничного счастья и удовольствия я получила именно при выходе на сцену на конкурсе «Мисс Россия». А вот именно победа в конкурсе «Ростовская красавица-2013» это, наверное, еще одна была вот такая эмоциональная вспышка счастья и радости. Вот что было важнее, именно победа в конкурсе «Ростовская красавица» в прошлогоднем, именно или выход в финал конкурса этого года «Мисс Россия-2014»? Ну, выход в финал – это уже следствие конкурса «Ростовская красавица». Там я получила, скажу честно, еще больше удовольствия, потому что я не выходила до этого на сцену в течение пяти лет. И для меня это все было как будто заново, все новое, тем более уже в более взрослом возрасте. И это было очень классно. Как понимаю, вот из твоих слов победа в «Ростовском конкурсе» позволила тебе участвовать в федеральном форуме красоты. Расскажи, поделись секретом, приоткрой завесу тайны. Если сравнивать региональные форумы красоты и федеральные, чем они отличаются помимо географии участников? Ну, они отличаются тем, что у нас проводится конкурс талантов непосредственно во время финала. На «Мисс Россия» же конкурс талантов был просто отдельно, и его не транслировали, просто к нам приехали некоторые члены дирекции и просто оценивали, но победителей не было. Просто показали свои таланты и все, продемонстрировали. А еще на региональном уровне дают дипломы, поощрительные призы. На «Мисс Россия» такого не было. То есть я вышла, получила свои пять минут славы и все. И все. То есть никаких призов на федеральном конкурсе не было? Нет, не было. Для меня уже большое удовольствие, большой подарок – участие в этом конкурсе. Потому что в этом году было отправлено более 60 тысяч заявок со всей России. И я вошла в количество 50 девушек, которые приняли участие в самом финале. Мне интересно именно твое мнение, как ты считаешь, вот что тебе дал этот конкурс, участие в нем, именно «Мисс Россия-2014» в духовном, в моральном смысле. Потому что ты, наверное, знаешь, последние несколько лет очень остро стал вопрос, он обсуждается на федеральном уровне, о закрытии конкурсов красоты, о прекращении их проведения. Потому что вопрос именно морали и духовности. Вот тебе что дал этот конкурс? Мне этот конкурс дал большую уверенность в себе. То есть из-за того, что у меня, опять-таки, был долгий перерыв, я немного замкнулась на каком-то уровне. А сейчас я расправила плечи, и у меня более уверенная походка. Ну, плюс я приобрела кучу знакомств по всей России, подружилась с девочками. И, в принципе, главное, я осталась человеком. Я очень рада победе каждой из девушек, то есть из трех финалисток. И я, вот, с Анастасией особенно, мы жили в одном номере с ней, и, естественно, общались почти 24 часа в сутки. И я очень горжусь ей и очень рада ее победе. Ну, у тебя сегодня вообще получается медийный день, потому что к нам в студию ты пришла сразу же после завершения пресс-конференции, как раз-таки посвященной конкурсу «Мисс Россия-2014». Ну, вот чувствуется это приподнятое настроение у тебя. Что же дальше? Какие планы? Поделись ими. В плане модельного бизнеса я готова рассмотреть любые предложения, если они будут мне нравиться. Потому что, в принципе, моделью работать мне еще не приходилось. Я более все-таки и типажом, и фигурой подхожу к конкурсам красоты. Если будут какие-то контракты, только не в Азии, я готова их рассмотреть. Почему же не в Азии? Ну, меня не очень привлекает съемки. Именно просто лично тебя, да, как бы? Да. Вот. Ну, какое-то у меня такое предвзятое отношение немного к Азии и модельному бизнесу там. А так у меня как раз через год будет получение диплома, и сейчас надо будет учиться, усердно стараться, потому что я месяц пропустила, к сожалению, в учебе, и надо будет догонять это все, восстанавливаться. Если брать модельный бизнес, я уже понял, что в Азию ты не хочешь ехать. Где бы ты хотела именно выступать? Конечно же, я хотела выступать где-нибудь в Европе, например. В Италии, в Париже. Париж, Лилан. Неплохо. Интересные мысли. Скажи мне, пожалуйста, вот ты занимаешься модельным бизнесом, учишься. Кстати, кто ты по профессии дипломированным специалистом, каким ты выйдешь из института? Я учусь в Южном федеральном университете на отделении регионоведения. У меня будет экономическая специальность. Но ты планируешь продолжать именно эту линию? Да, я хотела бы поступить в аспирантуру. У меня входило в это планы, посмотрим, через год смогу ли я это осуществить. Ну а как же личная жизнь? Вот ты находишь время в этом напряженном, практически гастрольном графике своем? Да, время найти можно всегда. Ну вот хобби у тебя есть? Ну я не очень творческий человек на самом деле. Все хобби вроде танцев, рисования, все осталось в моем детстве, в юношестве. Сейчас я занимаюсь фитнесом для поддержания фигуры, но мне это нравится. И есть какие-то планы, куда пойти на занятия, но пока я их не осуществлю, я не хотела бы об этом говорить. Нелли, я был рад тебя видеть в нашей студии. Спасибо. Я тебе желаю дальнейших успехов в твоей карьере, именно как и модельной, и в специальности, которую ты осваиваешь в институте. Всех тебе благ, счастливо. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, это был главный диалог, и сегодня у меня в гостях была победительница конкурса «Ростовская красавица-2013», финалист форума «Красоты Мисс Россия-2014» Нелли Толкачева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова